Многие из нас считают, что они живут в маленьких квартирах. Поверьте, это не так. Квартиры, которые вы сейчас видели, не фотошоп и не кадры из фильмов. Это абсолютно реальное жилье в городе Гонконг. Когда смотришь на условия, в которых люди живут подобным образом, начинаешь ценить свою жизнь и свой комфорт. Но что, если мы выйдем из зоны комфорта? Сегодня я проведу 24 часа в одном из самых маленьких номеров в Москве. В таком месте я первый раз. Капсульный отель находится на 84-м этаже. Я схожу с СМПА. Становится как-то немного тоскливо на душе. Да, конечно, приеду. Для начала мы отправимся на Казанский вокзал, где недавно открылись капсульные отели. Тут такое дело, что мы как бы приехали на вокзал. На сайте у этих капсульных отелей я лично не нашел никаких фотографий. Вот, и мы ехали на бум полностью, не знали, что здесь будет. Сейчас я вам покажу, как эти капсульные отели выглядят. Здесь какое-то огромное пространство, ребят, огромное пространство. Огромный красивый зал. Базару нет, зал супер красивый, круто. Ну, ребят, вот они эти капсульные отели. Ну, мы там ничего не снимем. Ну, это полная жопа. Ну что, друзья, приехали мы в мечту многих блогеров, людей в Moscow City. Здесь нашли капсульный отель, вроде бы клевый, на улице мерзко. Дынечек за камерой, дынечек... Да это просто жесть, давай быстрее. Да, вот сейчас камеру все испортим. Ну что, ребят, я так, знаешь, переживаю, как будто там что-то нереальное. На самом деле мы ведем достаточно хороший капсульный отель. Давайте посмотрим, что там для нас приготовили. Ну, единственное, он очень маленький. Ты мне дашь зайти? Нет. Что он? Он очень маленький, ты вот что мне сказал. Ребят, он очень маленький. Капсульный отель находится на 84 этаже. То есть, по идее, у нас там должен открыться просто невероятнейший вид. Ну, ладно, если учесть, что мы, в принципе, начинали с Казанского вокзала, то я думаю, что не такой уж и плохой вид. Плохой на самом деле. Ну что, друзья, давайте сделаем небольшой обзор вообще на отель, в котором мы попали. Это самый маленький отель в Москве. Сейчас вы в этом убедитесь. Здесь, значит, такая вот зона отдыха. Здесь люди, видимо, кушают. Здесь можно поиграть в Sony. Даже игры есть. По-своему, там есть FIFA? FIFA есть, но она не 23-я, так что... В смысле? Я только 23-я. Да, на столько тысяч партнер. Я на столько. Так, здесь у нас, значит, водички, микроволновки, всякая история. Мотоцикл стоит. Я не знаю, как вы сюда вообще завезли. Нам это пространство, ребят, не понадобится, потому что я именно 24 часа буду в самой капсуле. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Так, ну вот сколько здесь номеров есть. На самом деле... Люди же смеются. А, точно, точно. На самом деле здесь довольно стильненько все выглядит. Ну, мне прям очень нравится. Я бы даже, может, какое-то время здесь пожил. Почему нет? Тем более с таким видом. Это туалет. Вы кто такие? Прошу прощения, что отвлек. Сорян. Идите на... Еще раз простите. Ну что? Слушай, ну это... Это и правда самый маленький номер в Москве, ребяточки. Слушайте, так уютно. То есть я люблю вот такие всякие узенькие пространства закрываться. И я как-то чувствую себя защищенно, комфортно, уютно. Вдвоем, в принципе, лечь можно? Странная, конечно, ситуация. Или нет? Ну что, давайте посмотрим, что здесь есть. Во-первых, я так понимаю, что здесь можно опускать шторы. Вот, полностью можно закрыть. Полностью можно открыть. Странно, если бы нельзя было бы открыть. Только закрыть. Так, я так понимаю, можно... Это что? Ты что-нибудь видишь, что что-то меняется? Это свет. Так, это свет. А этот? И сейчас вставка в отель в нее. Нет, все здание, все здание. Нет, весь Москва-Сити. Странная клавиша. Какая-то странная, да. Так, ну ладно, здесь есть вешалки. Здесь вот кровать. Кстати, очень удобный матрас. Белье чистое. Вот дали полотенчики для ног, для рук, для тела. Есть небольшой вот такой ящичек, если вы хотите что-то туда сложить. Здесь конкретно уютно. Вот смотри, маленькое пространство, как будто едешь в поезде. Как будто... Да, есть такое ощущение. Как будто едешь в поезде и просто максимально кайфуешь. Блин, я, наверное, Дэнчи как-нибудь сюда приеду и прям конкретно помедитирую, отдохну. Го-Си-Вон. Маленькие квартиры в Сеуле размером до 6 квадратных метров. Сам термин «Го-Си-Вон» буквально означает «экзаменационная комната». Эти жилые объекты предлагали доступное жилье студентам, которые готовятся к государственным экзаменам. Но со временем здесь стали селиться и не только студенты. Часто у Го-Си-Вон нет окон, а их стены настолько тонкие, что те, кто там живет, могут услышать каждое слово и движение жильцов того же этажа. Го-Си-Воны стоят от 200 тысяч вон в месяц. Это примерно 12 тысяч рублей. Вообще, знаете, такое ощущение, что я попал в какой-то мини-мир, где все гораздо меньше. Давайте наведем здесь уют. Домашний уют. Как вы видите, здесь, во-первых, невозможно выпрямиться. Я где-то метр семьдесят один, чтобы вы понимали. Я взял с собой свое постельное белье. Домашнее. Я слежу за Таником в режиме реального времени. Давайте посмотрим на его реакцию, если я сделаю вот так вот. Другой уголок. Денчик. Да-да. Стукни два раза, если меня слышишь. Стукни один раз, если ты по мне скучаешь. Значит, слышимость здесь хорошая. То есть, в принципе, если я здесь буду громко себя вести, скорее всего, буду мешать соседям. Так что буду петь свои песенки чуть потише. Спина стреляет. Какой я старый уже. Ты, блин, все в лицо кинул. Я сейчас немножко похож на Гендальфа. Давай так, скажи. Вот тебе реально комфортнее, когда ты находишься среди там игрушек, подушек. У меня дома ни одной игрушки. Поэтому мы просто создаем уют из нихера. Честно, это максимально странный ролик получается. Почему? Ну, как тебе правильно сказать? Очень маленькое вот это пространство. Ты его обживаешь. Ну, а ты в мыслях понимаешь, что здесь тебе нужно провести день. Ну, да, там, условно, 24 часа. А другие люди в этом, в таком месте живут всю жизнь. Или многие года, ты каждый день приходишь вот в это маленькое пространство, где ты даже не можешь выпрямиться. Китай, город Ухань. Здесь находится шестиэтажное здание, которое предприимчивый владелец разделил на 55 жилых помещений. Каждая в районе 4 квадратных метров. Эти коморки представляют из себя бетонный пол, покрытый кафелем, с тончайшими перегородками, которые визуально отсоединяют жильцов от соседей. Спальное пространство, как правило, находится под потолком, прямо над плитой и унитазом. Йоу-йоу-йоу! Да, идеально заходят. Да? Да. Чем мы занимаемся? Мы контент 30-летнего дядьки. Да классно же, наоборот, типа, мы как дети до сих пор. Это же круто. Я всегда вот в детстве мечтал, как Петер Пэн, оставаться всегда ребенком. Посмотри на это. Мне кажется, здесь влоги можно писать. Тебе тоже почти по 30, но ты же тоже прикалываешься всей этой стоимостью. С учетом того, что я собирал все это. Ну все, ребят, мы обжили это пространство. Самое интересное, вот сейчас вот, ребят, вы видите, как подсъемчики, да, тут все красиво. А рядом просто, да, потому что нету другого места. Я думаю, вот мы с тобой вдвоем, а может быть нам еще кого-то позвать? Гости кого-нибудь. Можно сударя позвать. Он меня сегодня как раз на стрим звал. Слушай, Седрак, я, короче, вот в таком замечательном огромном отеле. И мне довольно одиноко здесь. Я бы хотел, чтобы ты приехал ко мне в гости. Паш, он вырубил. Он вырубил. Я думал, что он просто скажет, Йоу, гуд, погнали, сейчас приеду. Что-то какая-то нестабильная связь, сударь. А далеко ты находишься? В Москву-сити. Все, бро, я тогда тебя жду. Как раз ужин уже будет к этому моменту. О, май, гад. Еее, еее. Договорились. Слушай, Денчик, я проголодался. Мне кажется, надо заказать еды. Честно, я вообще-то слона съел. И его имя Джон Силл. Слушай, а что хочешь? Знаешь, на что мне напомнил этот капсульный отель? На отеле с Японии, когда мы были с Диманом. И, соответственно, если Япония, значит, роллы или суши. Ну, у тебя такая логика. Ну, все очень логичство, Денчик. Давай ролики, я за. Нет, 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 нет. Главное не засрать именно мою костюль. Слушай, я считал, мы уже здесь часов шесть получается. Поначалу я думал, что прикольно, но в итоге, типа, довольно скучно. Все, что я могу здесь делать, это сидеть в телефоне. А вид ты там видишь какой? Можно я положу камеру? Ну, вон там многие пишут. Клади, клади, чувак, клади. Покушаем, пока. Похаваем, братан. Я когда-то давным-давно снимал ролик «Три дня в изоляции». А я скажу, с ума! Это была пытка. Телефонами нельзя пользоваться, ноутбуками нельзя, фильмы нельзя смотреть. Вот, кстати, такой ролик я бы, может, снял. Еще раз? Три дня в изоляции? Только вот более экспериментально. Ребят, давайте так. Сто тысяч лайков, и я снимаю такой ролик. Проведем сейчас небольшой эксперимент. Я выключу весь свет, гирлянды, выберу телефон и попробую час просто вот побыть здесь. Понять, когда мне станет скучно. Как вообще себя буду здесь ощущать, потому что вот проходит время, но я говорил, что мне здесь уютно, но становится на самом деле не очень. Немножко все-таки поддавливают стены. Всегда прикольно, на самом деле, помедитировать. Мне сейчас очень сложно сфокусироваться. Без дели, на самом деле, хочется спать. Поваляемся и посмотрим в окошечко. Да не, на самом деле, бесит, что здесь так мало места. Вот окно спасает натуре. А если его закрыть, мне вообще плохо станет. Так намного хуже. Открою-ка я обратно. Так, ребят, странное ощущение. Если прийти сюда поспать и уйти, это прям прекрасное место. Но когда речь идет о постоянном пребывании, становится как-то немного тоскливо на душе. Самое интересное, это то, как Даник будет справляться со скукой. Находиться 24 часа в одном помещении и таких размеров, это все-таки определенного рода испытание. Ему по-любому нужно придумать какие-нибудь игры, развлечения для самого себя. Посмотрим, как он с этим справится. Дико скучно, Дэн. Я понимаю, что если лежать просто, то можно вырубиться. Чем-то еще занят. Смотрю, пялю просто в окно, ничего не происходит. Сколько я? Ты хотя бы минут 40 просидел? Да, я думаю, полчаса, наверное. Давай закончим. Серьезно? Ты даже час не можешь выдержать? Чтобы ты понимал, я сейчас все время, пока был в номере, я смотрел в окно. И тебе было норм? Ну, мне было в норм только лишь от того, что я очень много думал. Я просмотрел, всматривался в дома, в дорогу, в машины. Не, мне в принципе не сложно. В плане без ничего сидеть. Мне начинают стены дарить. То есть я поначалу думал, что мне здесь уютно. Слушайте, так уютно. Блин, я, наверное, Денча как-нибудь сюда приеду и прям конкретно помедитирую, отдохну. Но в итоге ты такой сюда смотришь, сюда смотришь, здесь стена. Ты не можешь встать, ничего не можешь делать. Польша, Варшава. Одна из главных достопримечательностей. Самый узкий в мире дом. В комнатах удалось разместить все. Но только за счет длины. Решения просты. Светлые тона, минимум верхних шкафов. Система хранения, сливающаяся с потолком. А главное, это ширина этой квартиры. Полтора метра. Знаете, поделюсь с вами, наверное, одной такой штукой. Я очень хочу заняться музлом. Но вот постоянно переживаю, что трек не совсем идеальный, не совсем клевый. И что что-то нужно допилить. Поэтому я это так долго и не выпускаю. Вроде бы, вот вы видели ролик, где я на дне рождения презентую свои треки. И потом их пою на ВК-фесте. Но я до сих пор ничего не выпустил. Так что, если вы меня поддержите в комментариях, будет вообще здорово. Ребята, я не знаю, слышно вам или нет. Но это какой-то лютый угар. Вот, Даник, как будто слон умирает или что-то в таком духе. Показать вам, как слон рожает. Да я че, я схожу с ума. Слышно это на улице, да? Ты это не видишь. Там люди вышли просто снаружи. Такое тут, как будто слона убивает. Ну, я хочу сказать, ты хреновый трубач, ну, как минимум. Ты хреновый трубач, говоришь? Да. Олег, это громко. Это тринец просто какой-то... Мы с тобою здесь застряли. Как же плохо мне. Не могу. Я так хотел бы выйти отсюда. Не могу. Не могу. Здесь тихо скучно. Тихо, 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 тихо. Дождь за окном. Дождь за окном. Тихо идет. Нормальный бэк. Бэк-покалист. Он анонист. Нормальный бэк? Он анонист. Про себя причем. Кстати, ребят, вы, наверное, удивляетесь, почему Дэнчика стало так много на моем канале. Дэнчик сейчас мой менеджер, мой друг, мой продюсер, мой оператор. Так что мы теперь работаем вместе. Мы раньше вместе работали, но не так часто. Сейчас все. Привыкайте к Дэнчику. Ну что, ребят, мы к приходу Сударя хотим его классно встретить. Чтобы он прям кайфанул. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Чувак! Это просто офигенно выглядит, чувак, на кадре. Ну-ка, возьми свечку. Страшно, нахрен. Ребята, я заклинаю вас, чтобы вы поставили этому ролику лайк. Написали комментарии. Как бы вы создали уют в этом чудесном месте. И подпишитесь на канал. И тут скоро будет 2 миллиона подписчиков. EA Sports. It's in the game. Мне очень сложно оставаться серьезным. Простите, пожалуйста. Вы заметили, как втроем тут резко стало очень тесно. Вообще невозможно. Чтобы ты помнил обо мне. Я, кстати, случайно получилась, так совпало. У меня кое-что есть. Короче, я тебе оставлю фотку свою. С двумя идиотами здесь еще. Чтобы ты вспоминал. Ты мне хоть погоди. Я хотел тебе погодить. Вот как тебе, оказывается. Все понял, когда все ревно снимает. Ебать. Смотри, первую карту, которую я высунул, покажет, что произойдет с тобой в ближайший год. Так. Сапоги? Не думаю. Это как-то очень странно. Кто звонит? Гений. Именно когда я гадать стал? Да что? Здравствуйте. Да, Дмитрий. Какая громкая связь? Громкая связь. Мы с Даником ролик снимаем. Дим, чтобы ты понимал, привет. Ты позвонил именно в тот момент, когда я стал гадать сударю на картах. Просто дальше будет тройка мечей. У него нет второй, брат. Это обычный. Хотел вы***ть, а не получилось. А вот представь, как ты охотишься на следующей карте. Тройка мечей. Причем именно большая, большая. Ты же меня просил придумать что-нибудь интересненькое. Так. Я хочу это всунуть тебе за... Ладно. Так. Хочу попробовать с тобой старую детскую штуку. А еще ты, может быть, видел когда-то в фильмах, как общаются люди по методу лески и стаканчика. Но я решил не могу сверить руку. Представляешь, ты головой проваливаешься к соседям? И там чувак книжку читает. Даник. Диман там. Трием, трием. Ты серьезно слышно? Даник, как меня слышно? Вот это мы развлекаемся конкретно, конечно, за стороны. Не знаю, если ему пернутся. Сейчас ты как будто просто пернул в трубку. Там пернули в трубку. Так оно и было. Спасибо, чувак. Ты приехал. Пернул меня в трубку уже. Засрал, что я... Ты рыгнул, да? Есть. Слушай, ну я кушал лука много, поэтому... А я реально чувствую клуб вместе с похмельем жестким. Ну, почувствовал. Чуваки, нам по 30 лет уже почти. Мне здесь долго особо находиться нельзя. Тебе я пожелаю, наверное, спокойно провести здесь. Погоди, а почему тебе здесь нельзя долго находиться? Ну, потому что я просто гость, на который к тебе пришел. Ну, тоже я. Здесь типа ненадолго, и так нельзя. А то мало ли, ну что там. Я поеду на съемочки. Ты где Максу? Да, меня ждет Big Boss. Отдыхай, как говорится. Всего тебе самого прекрасного. Дэнчик, тебе терпение. Ой, супер, на самом деле, спасибо, что пришел. Я очень рад. Реально, чувак. Немножко разбавил атмосферу. Да. Слава богу. Пока-пока. Thank you, bro. Пора бы уже испать. Можешь попробовать снуть? Я ушну. Я прям свет вырублю, все. Я сто процентов ушну. Ну что, довольны? А знаешь, самое интересное и самое приятное? Что? Вот кто тебе души греет. Вон там. Сударь. Настоящий друг. Приехал, поддержал, не забил хер. И два неизвестных человека. Ну что, ребят? С вами был Дэник. Подписывайтесь на этот канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Я вывез. Ночь уже пройдет, я уверен, без проблем, что я очень устал и просплю с кайфом. И Дэнчик сюда не будет приходить и портить воздух. Ну, в плане не пукать, а много углекислого газа сейчас здесь. Да, да, да. Давай, Дэнчик. Спокойной ночи. И тебе спокойной. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok